Класс мечехвосты. Мечехвосты – это древняя группа водных елицеров, широко распространенная и многочисленная в палеозои и мезозои, а в настоящее время представлена лишь пятью видами. Для мечехвостов характерны уплощенная головогрудь, покрытая спинным панцирем, и широкая слитная брюшка, заканчивающаяся мечевидным отростком. По внешнему виду они напоминают трилобитов и еще в большей степени щитней. Это связано с тем, что обе группы животных относятся к сходной жизненной форме пентосных роющих. Передним краем панциря они роют грунт и извлекают из него различных червей, полюсков, которыми питаются. А задний конец тела с мечевидным отростком служит им опорой при рытье. На головогрудном панцире сверху расположена одна пара сложных глаз по бокам и пара простых глазков в середине. Снизу на головогруде находится щелевидный рот, окруженный шестью парами конечностей. Впереди рта размещается первая пара конечностей – трехчленниковые сеглицеры, размельчающие пищу. Остальные пять пар конечностей сходны по строению и служат для передвижения по дну. Из них первая пара соответствующая педипальпам у других гелицеровых. И последующие три пары заканчиваются клешнями и служат для захвата пищи. Пятая пара ходильных ног заканчивается коготками и вооружена шипиками. Эти конечности выполняют опорную функцию при рытье. Примечательно, что у основания этой последней пары ходильных ног имеется нерасчлененный жаберный придаток. У основания всех пяти пар ног имеются жевательные отростки, при помощи которых пища частично пережевывается. На седьмом сегменте головогруди сохранились рудименты еще одной пары конечностей – хилярии. Брюшко у современных мечехвостов состоит из широкого отдела, образованного шестью сегментами, часто слитными, и мечевидного отростка. На брюшке расположено шесть пар ножек листовидной формы. Первая пара из них образует парные жаберные крышки, прикрывающие остальные пять пар жаберных ножек. Мечевидный отросток, по данным эмбриологии, образован тремя брюшными сегментами и тельсином. У некоторых ископаемых мечехвостов брюшко состоит из трех слившихся широких сегментов и одиннадцати узких свободных сегментов, а мечевидный отросток у них представлен лишь тельсином. Пищеварительная система мечехвостов состоит из пищевода и жевательного желудка, высланных хитином средней кишки, в которую впадают две пары печёночных придатков задней кишки. Кровеносная система незамкнутая. Сердце трубчатое, с восемью парами остей, расположенное в спинном перикардиальном синусе миксоцеля. Казообмен происходит в жаберных ножках брюшного отдела. В крови имеется дыхательный пигмент, гемоцианин. Органы выделения представлены четырьмя парами почек, коксальных желёз, от которых отходят два общих протока, открывающихся у основания пятой пары ходильных ног. По типу строения почки мечехвостов, производные целомодуктов. Мозг мечехвостов не расчленён на отделы и иннервирует глаза. От мозга отходит пара недоразвитых антеннальных нервов. Утолчённые окологоточные коннективы отсылают нервные окончания к хелицерам и всем конечностям головогруди, и даже к жаберным крышкам. В состав брюшной нервной цепочки входят шесть пар ганглиев, из которых последний сложный, состоящий из нескольких слившихся пар ганглиев. Ганглии нервной цепочки иннервируют брюшные ножки. Имеются дополнительные боковые нервные стволы, соединяющие нервы, идущие к брюшным конечностям. Органы чувств у мечехвостов развиты слабо. Имеется одна пара влажносложных глаз, состоящих из скопления простых глазков, покрытых общей линзой прозрачной кутикулы. А также пара срединных простых глазков. Мечехвосты раздельно полые. Ганады и их протоки парные. Парные половые отверстия открываются на первом брюшном сегменте под жаберными крышками. Вашему вниманию представлено внутреннее строение мечехвоста. Мечехвосты откладывают яйца, богатые желтком, на берегу моря, зарывая их в песок, увлажняемый приливами. Из яиц выходит личинка, внешне похожая на трилобитов, то есть трилобитная личинка так называемая. Но их развитие следует считать прямым, так как личинка мечехвостов имеет такое же строение, как и взрослое животное, и отличается только недоразвитием мечевидного отростка. Постомбриональное развитие сопровождается ростом и регулярными линьками. Мечехвосты долговечны и способны линять много раз во взрослом состоянии. Вашему вниманию представлено изображение трилобитной личинки мечехвостов.